Добрый день, дорогие друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули на канал. Меня зовут Алла. И сегодня я хочу поднять, по-моему, очень интересную, такую, ну, актуальненькую темку для многих, я думаю. Если не для каждой из вас, то для каждой второй точно. Согласитесь, знакомая ситуация. Легли поздно, возможно, отдыхали вечером. С утра не услышали будильника. Просыпаетесь и понимаете, что вы просто проспали. И у вас всего лишь полчаса на сборы. Впереди важная встреча. Возможно, просто работа. Но выглядеть, конечно, не айс, как говорится. На голове черти что. А надо успеть и позавтракать, и привести себя в порядок. И на все про все у вас 20 минут. Что я вам хочу сказать, друзья мои. Главное, конечно, не паниковать. Прежде всего, надо улыбнуться, выдохнуть. Ну и пожелать себе, чтобы это было самой крупной неприятностью на текущий день у вас. А дальше дело техники. И у каждого она своя. Сегодня я хочу поделиться с вами своими маленькими секретиками, своей техникой, что я делаю в такой ситуации. Потому что я не раз оказывалась подобной. И, возможно, кто-то из вас что-то возьмет себе на заметку. Я буду только рада. Такое утро. Лучше всего начать с позитива. Например, с любимой радиостанции. Далее я прямиком направляюсь в ванную комнату. И обязательно, девочки, чищу зубы и умываю лицо. Если я не почищу зубы, вы знаете, я как-то не могу проснуться. Не знаю уж, какая связь. Но тем не менее. Ну и далее обязательно использую очищающее средство. Не забываем, утром мы также очищаем лицо с помощью каких-то деликатных пенок. Далее я направляюсь к своей любимой подружайке, а именно кофемашине. И пока она мне любезно приготовляет кофе, я совершаю следующие манипуляции. Беру две столовых ложки и отправляю их в морозильную камеру. И оттуда вынимаю, видите, кубики льда. Да, прекрасно тонизирует кожу, замечательно бодрит, просыпаешься моментально. Приток крови, да. Конечно, шикарно, если у вас это будет зеленый чай или травяной чай, но сойдут и обычные кубики. Далее завтрак. Видите, завтрак у меня легкий, но при этом вполне себе полноценненький. Кофе, йогурт и фрукт. Чаще всего банан. Потому что я еще использую, девочки, банановую кожуру. Чтобы вы знали, это просто скорая помощь для нашей кожи. Она отбеливает, она осветляет пигментацию. Благодаря своему составу там входит просто огромное количество всяких там витаминов, калий, там В-12, лютеин. В общем, антиоксидантов полно. То есть защищает от ультрафиолета, полирует нам просто кожу. Вы знаете, после нее просто какое-то вот потрясающее ощущение. И процедуру проводить следующим образом. Вот буквально я натираю все лицо, включая область вокруг глаз. И когда она вот становится уже коричневой, вот этот вот, то, собственно, вот процедура подошла к концу. И оставляю я вот это все на лице, ну, минут на 10-15. Если есть возможность, конечно, можно оставить дольше. После этого я приготовлю, опять же, из кофейной гущи. Значит, в равных пропорциях беру соль, кофейную гущу и оливковое масло. И вот с таким на скорую руку приготовленным скрабом отправляюсь в душ. Слушайте, ну просто обалденный эффект. Кожа увлажнена, кожа, знаете, прям такая шелковая. Она даже не требует никакого дополнительного ухода после душа. Душ, девочки, желательно принимать, конечно, контрастный. Ну, это, опять же, насколько позволяет вам ваше здоровье. Ну, вот теперь подошла, собственно, очередь и ложек из холодильника. Я, видите, да, вот завершаю, так сказать, лифтинг процедуру. Я буквально вот такими легкими похлопающими движениями прохожусь по всему лицу. И далее волосы, да, волосы. Вот, смотрите, если волосы грязные у меня, я понимаю, что я не успеваю их помыть, я использую, девочки, муку. Муку, да, льняная мука. Ну, можно взять и пшеничную, я знаю некоторые, и ржаную кто-то предпочитает. Неважно. Главное, вот, текстура муки, что она как абсорбент поступает. Используется элементарно, наносится вот такими движениями, буквально вот в корни втирается. Как следует все это массируется, просто минутку, ну, две максимум. И потом главная задача все это дело вычесать массажной щеткой, прямо расчесать. И, знаете, волосы преображаются на глазах. Я не рекомендую вам на постоянной основе использовать вот этот лайфхак, но в случае, когда вы понимаете, что другого у вас просто пути нет, волосы выглядят плохо, помыть вы не успеваете, а выглядеть надо хорошо. Вот этот способ подойдет как нельзя, лучше рекомендую. Ну, и все. Я умываю лицо просто водой, смываю вот остатки кожуры банановой. И далее наношу уже свои уходовые средства. В данном случае от Эвелин. Я рассказывала уже об этой сыворотке. Она прекрасно тоже тонизирует, выравнивает тон. И что, легкий-легкий макияж, девочки. Очень быстрый, на скорую руку, как правило, я не использую тональник, потому что не успеваю, понимаете, время ограничено. Поэтому пудра румяна. Обязательно румяным, но потому что, когда не высыпаешься, когда просыпаешь, то, собственно, вид такой слегка бледноватый, поэтому необходимо придать так, знаете, розовинку. Обязательно тушь, обязательно. Ну, конечно же, губная помада. Ну, причем используя такую, знаете, неярких тонов, чтобы, опять же, не выводить. Ну и все. Вот и все. Собственно, я готова покорять мир. Ну вот, дорогие мои, поделилась я с вами своими секретиками. Делитесь теперь вы своими. Мне лично помогают все эти процедурки, которые я вам показала, действительно привести себя в порядок. Конечно, это не подиумный макияж, но, по крайней мере, свежее, свежее однозначно начинаю выглядеть. И меня это вполне устраивает. Все. Спасибо большое, что вы меня сегодня посмотрели. Надеюсь, видео для вас было, ну, по крайней мере, не скучным. Сегодня я с вами прощаюсь, правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok